Мой первый дом на улице Ленина Дом с английским посольством В квартире под нами жил Найджел Посол Я его не помню Помню только рассказы родителей о нем В другой квартире под нами жил Леша У него я смотрел мультфильмы на кассетах Меня напугал один из них Приключения папируса Помню как мне снялись кошмары про подвал Как пахло в квартире не помню Приключения папируса Стримая алина Стримая алина Пахло в квартире Кассейна Кассейна Субтитры создавал DimaTorzok Мой розовый детский сад Воспитательница Светлана Григорьевна Она спрашивала Какие сигареты курят мои родители И рассказывала, какие курят она На тихом часу я скатывал шарики из козявок И складывал их около кровати Фантазировал о том, что когда-нибудь сделаю большой шарик и брошу его Запах котлет Пока я ходил в туалет Котлеты и гречку, к которым я едва притронулся, забрали со стола Обидно После этого я отказался ходить в садик В этом же здании была начальная школа, в которой я учился Классная руководительница Таисия Георгиевна Очень узкий коридор Запах мокрой обуви Катались с горки на картонке Справа пожарная лестница со второго этажа Продолжение следует... Продолжение следует... Моя первая школа. Неминга. Церковь. Тропинка. Вся в грязи. Запах мужского туалета. Я не знал, что в туалете нет бумаги. Я кричал. Эй, кто-нибудь. Есть бумага? Кто-то мне помог. Но потом старшеклассники меня дразнили. Я шел по коридору, а они вслед кричали. С руль малой. Не помню, как звали учительницу. Однажды она расплакалась и поставила нас всех в угол. На переменах мы играли в фишки покемон. Но потом фишки запретили. В продленку я отказывался оставаться. Кровати выдвигались из шкафов. Я думал, что ты ляжешь, и тебя задвинут в шкаф. Ты будешь спать, как в гробу. Я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда в подъезде был ремонт, я съезжал к своим сестрам. Родители боялись, что я отравлюсь запахом краски. Сначала мы жили с братом в одной комнате, а потом папин кабинет отдали ему. Когда я был подростком, я разбил окно в кухонной двери из оргстекла. Папа его заменил только через лет десять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Моя сестра Саша эмигрировала в Россию. Оля уехала в Украину чтобы попробовать там пожить какое-то время. Моя гимназия. Моя гимназия. Старшеклассник в гардеробе попросил меня отнести его лыжи в кладовку в подвале. Я отказался. Потом он меня встретил на коридоре, схватил и прижал в стенку. Стенка оказалась из гипсокартона и я проломил стенку своим весом в кабинет какого-то зауча. После урока английского я на корточках собирал свой рюкзак. Учитель меня не заметил и закрыл дверь. Маленький кабинетик. Я стучался в дверь, но никто не слышал. Тогда я посмотрел в окно. За окном была пожарная лестница. Я подумал, что смогу вылезти из окна по пожарной лестнице. Я всерьез раздумывал над этим. Но кто-то открыл дверь для следующего урока. Потом мне снился сон, что я полз по пожарной лестнице и падал вниз. Не мог ухватиться. Со стадиона раньше был виден летний зал кинотеатра Победа. Заброшенный. Он пугал меня. Весь был завален мусором. Там тусовались какие-то странные люди. Квартира дедушки Жени и бабушки Зины. Запах меда. Запах прополиса. Запах шоколада Аленка. Вход в подъезд находится на террасе на уровне второго этажа. Смотрел фильм «Беглец» с Харрисоном Фордом по телевизору. Но не досмотрел. Дедушка сказал, что это второсортный фильм. Когда у дедушки началась деменция, он пытался сброситься с одного из этих балконов. Но я не помню, какой балкон был его. Я этого не видел, но я слышал разговор родителей. Играли в прятки. Дом бабушки Маши и дедушки Лени. Очень затхой запах. Запах старости. Уже в подъезде. В квартире запах корвалола. Окна из дедушкиной комнаты выходят на парк. Здесь я жил во время школьных каникул. Спал на раскладном кресле. Из окна ночью светил очень яркий свет фонаря со стороны парка. Это не парк. Рядом из училища приходили парни, играли в футбол. И квали свою одежду и сумки на еврейские надгробья. Для меня этот парк всегда был очень таинственным. Он большой и я находил в нем новые и новые места. Заброшенный амфитеатр. Новые надгробья. По заросшей травой. Открытые люди. Сейчас все надгробья собрали в той части, где в парке разбит еврейский мемориал. Здесь мы гуляли с боливаром. С Олей заходили, брали боливара на поводке и гуляли. Старались погулять побольше, чтобы боливар похудел. На каникулах я много игрался с инструментом. Пытались на санках. Пытались на санках. Аплодисменты. Лицей Третье место учебы, второе место работы На коридорах во время перемен играла музыка Я ходил по кругу Поднимался с первого этажа на второй Шел по коридору к балкону Перед актовым залом Спускался там на первый этаж Все время разговаривал с Олей по телефону Мечтал подняться по пожарной лестнице Но ни разу не поднялся Не помню, есть ли подвал Актовый зал очень большой На сцену я выходил только когда получал золотую медаль Когда я вернулся сюда Устроился на работу То Ощутил огромнейший Прилив ностальгии Грустно не в том смысле, что что-то не так с этой работой А в том, что все стены Пропитаны Твоей юностью Я приходил в лицей Чтобы провести занятия И пока я шел до аудитории До кабинета Я видел знакомые места Изо всех сил старался Не встретиться Со знакомыми учителями Оказалось, что я помню каждый закуток Каждый уголок Правда Секретный коридор с бухгалтерией Я никогда не видел, когда здесь учился Осталось Осталось Эта Женое Йоск Осталось Осталось В БГУ, где я учился пять лет Главный корпус Очень старый Запах табака Когда еще можно было курить в коридорах? Когда это было? В 90-е? Очень большие поточные аудитории И старапанные надписями парты Я никогда ничего не царапал И не клеил жвачку под стул Эти коридоры для меня были очень комфортными Кроме одного дня Когда я зачесал волосы, намазал гелем Новый имидж Как только я зашел в корпус, я понял, что это была ошибка Не потому, что кто-то реагировал А просто Однажды я наклонил парту Оттуда выкатился протухший йогурт Пал на пол и взорвался Самый ужасный запах На меня попало не так много, но я драйл, драйл, драйл Уроки физкультуры в маленьком зале для спецмедгруппы Никогда не был в столовой Одного запаха было достаточно, чтобы туда не идти С лестницы была видна курилка Там я с высоты пытался разглядеть Девушек с потоком Банк Офис Первое место работы Ужасный запах собоек Если бы не собоек, если бы не запах Может быть, я бы здесь проработал больше, чем два месяца Как только я зашел в кабинет, я понял, что не останусь здесь надолго Я никогда не обедал за компьютером Я ходил в столовую Или в Макдональдс Или просто в супермаркет Однажды шел в супермаркет Подскользнулся и упал Ударил руку Я притворился, что она болит сильнее, чем она болела на самом деле Отпросился с работы И пошел к травматологу Он выписал диагноз «ушиб» Однажды в офис привезли новые стулья Меня попросили их носить Это было гораздо интереснее работы за компьютером И я согласился У этого здания свой собственный выход из метро Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Магистратура Академия искусств Так приятно было вновь оказаться студентом Снова ходить на пары Я думал, что пары будут для меня интереснее Но они все равно были скучны Нам включали отрывки фильмов с кассет Тогда мне казалось, что это ужасно А сейчас кажется, что смотреть с кассет фильмы Над старым зданием надстроена новая галерея Посреди галереи Все время, пока я учился, было трещина А на трещины наклеены кусочки липкой ленты Я знаю, что так они замеряют расхождение трещины Может быть, эта галерея развалится под собственным весом С галереей открывается вид на гараже На первом этаже скульптуры Но мне никогда не казалось, что здесь я дома Слишком сильно пахло ремонтом Первое самостоятельное жилье Старая квартира Без ремонта В ней пахнет ароматическими палочками из икеи Очень сильно Хозяева пытались скрыть истинный запах квартиры Большая квартира В шкафу была сумка со старыми документами Мы ее всю просмотрели, но ничего не взяли Хозяин квартиры был, кажется, полковник милиции В сумке были фотографии Старой его дедушки Родившегося в 19 веке Были вырезки из газет С благодарностями от граждан За его службы в милиции Мы поссорились с Олей И я разбил стеклянную дверь в спальню И я разбил стеклянную дверь в спальню Костел Когда моешься в ванной Через окно, ведущее в туалет Видно окно, ведущее на кухню Видно окно на костел Виден крест Можно мыться и смотреть на крест Видно окно, ведущее на кухню 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 Мой брат Данила и его девушка Лиза эмигрировали в Украину и Чехию. Мой брат Данила и его девушка Лиза эмигрировали в Украину и Чехию. Из кабинета был вид на площадь Акубакуласа, из лекционного зала на трамвае, запах свежий, запах ремонта или запах красок. Работать в лекционном зале было очень радостно. После окончания работы я сдавал залы на сигнализацию. Я должен был все закрыть, выключить весь свет и отдать ключи охраннице. Когда я проводил у друзей на лекцию, я побегал мимо скульптуры и отломал ее детали. скульптура была очень дорогая, абсурдно дорогая для такой скульптуры. Я не стал ничего говорить. Однажды постучался в кабинет начальницы, а там все остальные работники ели торт, праздновали чей-то день рождения. Я и не пытался с ними подружиться, но в тот момент мне стало очень обидно. ela любая игрушечка, что у меня есть Последнее место жизни. Когда я впервые сюда зашел, пахло гнилыми фруктами. Было жаркое лето, летали мошки. Иногда мне кажется, что когда я захожу в квартиру, я до сих пор слышу запах гнилых фруктов. Здесь стекло в двери в гостиную разбило водя. Она говорила, отпусти, я хочу раздеться. Я сказал, а то что? Она сказала, если не отпустишь, я разобью дверь. Я сказал, не отпущу. Она разбила дверь. Когда она вызывала мастера по ремонту двери, оказалось, что в переписке в Вайбере есть сообщение годовой давности. Чтобы изображения на экране телевизора было больше, мы его двигаем на середину комнаты. Очень большая кухня, круглый стол. Однажды в подъезде спал бездомный. Мы не стали с Олей его трогать. Была зима. На следующий день Оля в подъезде почувствовала очень неприятный запах. И сказала, что ей кажется, что кто-то испражнился. Я сказал, что это просто запах бездомного остался в подъезде. Но потом я все-таки поднялся на чердак. И там лежали коврики от нескольких квартир. И между ними фекалии. Через неделю вернулся тот же самый бездомный. Звонил в домофон, сказал, что он сосед, забыл ключи. Я впустил его и встретил в подъезде. Я узнал его. И сказал, чтоб он уходил. Он просил отнестись к нему со страданием. Я сказал, зачем ты насрал? И сказал, что если он не уйдет из подъезда, я толкну его, и он упадет с лестницы и разобьется. Он ушел. Но напоследок крикнул, иди в жопу. Все сидят. Девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать человек. Недавние даты это затошили в мое общество Армении. В 2005 год закрылся Бадж на себя. В 2020 год вернулся домой и в Россию. Спасибо большое. Юля и Ват эмигрировали в Украину. Саша куда-то эмигрировал. Я не знаю, куда точно. Аглая эмигрировала в Польшу. Аглая эмигрировала в Польшу. Но было раньше написано А1, стоит онлайн. Понимаете? А теперь у меня в этой ведущей стаке написано План Крават. Сегодня мой день рождения. Аклая эмигрировала в Д toi. Когда в питание. Пальцавла Продолжение следует... 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 Продолжение следует...